Всем привет! Это новый выпуск автоисторий. Помните мои рассказы о чертовски быстрых машинах из 80-х, типа АМГ Хаммер, Альпина Б10 Битурбо и других авто, ехавших на уровне Феррари и Ламбо? Так вот, сегодня я расскажу вам еще о трех с виду обычных авто, но с диким для 80-х годов нравом. Поехали! Итак, первый автомобиль, как ни странно, это Volkswagen Golf второго поколения. Машинка сама по себе очень интересная, хотя бы тем, что уже в этом поколении маленький хэтчбэк мог похвастаться версиями с полным приводом, внедорожной версией Country и 16-клапанным 139-сильным мотором KR, который устанавливался на модификацию GTI. Существовали и еще более безумные 160-сильные модификации с мотором G60 на компрессоре, и даже безумный полноприводный Golf Limited с 210-сильным мотором G60, на котором была применена 16-клапанная головка. Однако, сегодня речь пойдет о практически неизвестной модификации Golf Syncro Turbo, которую мне посчастливилось откопать для вас. И это тоже, как и в случае с Golf Limited, пример заводского тюнинга от Volkswagen Motorsport образца 1988 года. Все версии, о которых сказано ранее, просто меркнут на ее фоне. Во-первых, модель получила систему полного привода, это раз. Мотор был 16-клапанным, это два. И, наконец, в отличие от компрессора, у еще грядущего Golf Limited данная версия заимела турбонаддув 3К, рассчитанный на рабочее давление в 0,9 барра. При объеме в 1,8 литра отдача достигала аж 226 сил. И с учетом скромной массы в 1168 кг и системы полного привода, получилась действительно пуля, способная в 1988 году распечатывать сотню за 5,8 секунды и пролетать четверть мили за 14,1 секунды. Golf Syncro Turbo мог просто порвать тот самый-самый быстрый Golf Limited с разгоном до сотни за 7,3 секунды по тестам. Второй сверхбыстрый по меркам 80-х авто родился на свет во времена рок-хита Forever Man Эрика Клэптона, а именно в 1985-м. И машина действительно оправдывала те довольно солидные 80 тысяч марок, что просили за нее. Mercedes 190E 2.316 от тюнинг конторы Albert внешне просто копировал своего донора и без того заряженную свежую модель 2.316 со 185-сильным мотором М102. В стоке тачка ускорялась до сотни за 7,5 секунд, пролетала квотер за 15,5 секунд и разгонялась до 230 км в час. Это быстро для 80-х, но только не для мастеров от конторы Albert, которые просто жаждали наделить суперкаровской прытью этот бесподобный седан. Для этого они снизили степень сжатия мотора М102 и оснастили его турбонадувом. На давлении в 0,8 бара четырехцилиндровый М102 превращался в 280-сильного атлета на анаболиках. Момент и вовсе поражал. Аж 369 ньютон-метров против 235 у обычного 2.316. Отсюда просто дикий для 1985 года размен 100 км в час за 5,7 секунды, квотер за 13,8 секунды и максималка в 255 км в час. В общем, ускорялся четырехцилиндровый 190-й тогда не хуже 12-цилиндровой новейшей 390-сильной тестороссы. Некоторую конкуренцию на светофоре можно было составить и 455-сильный кунтаж с V12. Ну и, наконец, третий заряженный авто из 80-х, который мог потрепать нервы владельцу практически любого тогдашнего суперкара, как ни странно является Ауди-бочка с логотипом первого канала на передке от конторы Трессор. В качестве донора спецы этой конторы взяли Ауди Кватро Б3 с 2,3-литровым мотором на хиллой 136 лошадиных сил и прокачали ее так, что мама не горюй. Вроде бы ничего особенного. Мотор получил новую поршневую и турбонадув 3К. Ну и, конечно же, доработки по топливной системе. На давлении в 0,98 барра отдача поднялась до 245 сил, что неплохо, но и не сильно впечатляюще. Однако, момент в 350 ньютон-метров, небольшая масса машинки, грамотная настройка и его величество полный привод сотворили чудеса. Бочка ехала, но просто фантастически, делая на светофоре ту же Тесторосу, а на чуть влажном покрытии и ламба. Сотня ей покорялась, мне в это сложно поверить, за 5,2 секунды. А максималка за счет хорошей аэродинамики достигала 255 км в час. И все это в 1988, аж за 6 лет до появления 315-ти сильной RS2 с паспортным разгоном в 5,4 секунды до 100. Ну а если вам понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также, если хотите поддержать мой канал материально, чтобы выпуски становились разнообразнее, то ссылка на донат в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok